Добрый день! Скажите, как вас зовут? Меня зовут Лариса. Меня зовут Александр. Откуда вы приехали? Страна, город? Вообще у нас такая ситуация. Я вообще из Казахстана, из города Павлодара, а мой муж россиянин в Саратове. Город Саратов. Город Саратов. Но вообще мы приехали из Казахстана. А с кем вы приехали? Ну, вы семья, да? У вас еще дети с вами приехали? Еще двое детей. Двое детей. Один из них уже совершеннолетний. Ясно. Когда и в какой момент вы решили переехать в Германию? Я вообще собирала документы еще до рождения дочери в 98 году. Тогда мне пришел отказ по той причине, что мы поменяли национальность. Сначала записали русское, потом решили поехать и записали немец и отказали. А теперь была программа, по которой таким отказникам возможно было переехать в Германию. И мы воспользовались этой программой и сразу же подали антроги, по которым буквально сразу через полгода мне пришел вызов. Да, это будет один из моих следующих вопросов. Как долго вы ждали с момента подачи документов до вызова в Германию? Да, вот мне пришел через полгода из-за того, что я до этого уже посылала и сдала шпрахтез. А то есть шпрахтез был сдатель? Был сдат шпрахтез и они его засчитали в прошлый, в 98, который был сдат, его засчитали. И из-за этого мне не пришлось сдавать на В1 ехать. Шпрахтез был шпрахтез. Тогда следующий вопрос к Александру. Как долго вы учили немецкий язык и до какого уровня? Нет, и учили нас в современном объекте, наверное, года два, но плотно занялись буквально в последние месяца 3-4, занимались мы с репетитором и, скажем так, именно занятия с репетитором нам дали больше знаний, чем знания, которые на курсе мы посещали, потому что на курсе мы дают информацию, но мы, во-первых, и сами не сильно так учили, потому что знания еще как бы времени подходит. Наверное, когда уже ситуация подгоняет, тогда уже быстрее начинаешь изучать язык. А вот касаемо шпрахтеста, как долго ждали вызов на шпрахтест? Буквально сразу после того, как пришел мне вызов, они прислали письмо через пару месяцев, что старшая дочь должна пройти шпрахтест на А1. И муж должен пройти шпрахтест на А1. Немножко поправлю, это не шпрахтест называется, это просто экзамен. Экзамен. Нет, а касаемо вашего случая, когда вы сдавали в 98-м году шпрахтест, как долго вы ждали с момента подачи документов до момента вызова на шпрахтест? В 98-м году я ждала долго. Мне кажется, года 4 даже. Года 4, то есть довольно-таки долго. А сейчас это уже гораздо проще. Даже если не... ну, что-то я не помню, но было долгое время. Следующий мой вопрос. Сложно было отказаться от зоны комфорта, уехать с насиженного места? Нет, мы уже давно к этому готовились и морально были уже настроены на переезд, и поэтому мы этого хотели. На самом деле не стоит бояться, если так все страшно. Здесь все прекрасно понятно, если что-то, и возникают трудности здесь. Очень доброе желаю. Да, хочу объяснять. Хорошо. Какие советы вы можете дать новичкам? Касаемо переезда. Ну, во-первых, не бояться ехать неизвестно, потому что на самом деле та поддержка информационная, которая оказывается здесь, не в каждой стране, мне кажется, оказывается. И сейчас очень много материала, как в интернете, как и здесь можно получить, все-таки здесь русскоязычных людей достаточно. И, во всяком случае, не нужно думать, что едешь в неизвестность и думать о том, что будет завтра. Я бы сказала, что незнание такого полноценного языка, это тоже не должно напрягать, потому что сейчас, если... Конечно, будут спрашивать все на немецком, говорится все на немецком, но если вы вдруг не сможете ответить на какие-то вопросы или что-то не поймете, вам скажут это на русском. Они настолько доброжелательны. Сначала мы этого не понимали, но когда у меня был какой-то вопрос, я ничего не говоря, просто скривила лицо, что, как бы, я не понимаю, сделала такой вид, и мне с улыбкой ответили все это на русском. Поэтому не бойтесь. То есть бояться не надо? Нет, переводчиков никаких здесь не нужно. Вы все поймете, здесь все на двух языках. Везде реклама или всегда на немецком, на русском и еще на арабском, по-моему, идет, на трех языках. То есть вы все поймете или вам все покажут жестами? Хорошо. Тогда расскажите мне, пожалуйста, о своих первых впечатлениях о Германии. Во-первых, воздух. После того, как мы переехали с Казахстана, я как будто попала в какую-то горную местность, что ли. Это очень ощущается. Во-вторых, для женщин это, наверное, важно – кожа. У меня всегда сохла кожа, и после принятия душа мне приходилось всегда намазывать тюбики крема, и все равно стягивание шло. А здесь я сначала подумала, что мы купили такой хороший душ, для душа гель, да, что кожа так воспринимает. Оказалось, это вода. Все-таки вода здесь очень хорошего качества, она, видимо, мягче, и кожа такая насыщенная влагой, что не требует даже последующего смазывания кремом. Александр? Ну, в дальнейшем мы вот как раз сейчас собираемся на прогулку. Сегодня выходной день, и мы хотим обойти окрестности города Фридман, посмотреть. На самом деле, очень красивое место. Типичный немецкий небольшой городок, с ее немецкой архитектурой и в окружении леса. Поэтому, я думаю, тут интересно будет погулять. Кстати, дождь, он какой-то мягкий, что ли, как взвесив в воздухе. Он не льет, как в Казахстане. Сначала такая с ним буря идет, пыльная, а потом дождь левонет, и надо бежать куда-то. Здесь дождь, как будто из пульверизатора набрызгали, и вот он стоит в воздухе. Можно надеть капюшон и спокойно гулять. В данный момент нет желания все бросить к счетовой бабушке и уехать обратно? Най-най-най-най. Нет. Мы готовы к дальнейшим путешествиям. И мой следующий вопрос, и последний. Как часто вы смотрите видео на ютубе, касаемо Германии? Смотритесь ли вы канал Atomone 5? Вообще смотрели больше, когда мы жили в Казахстане, и когда готовились к переезду, мы просматривали разные видео. Сейчас немножко меньше, да? Ну, да, я тоже так скажу, что всегда был предыдущий вопрос, боимся ли мы сюда ехать, да? Вот именно из-за этого, из-за страха, то, что будут нас ожидать трудности, конечно, мы все пересмотрели, все, что возможно, все каналы, в том числе и ваши, в поисках информации. Я считаю, что на самом деле на этих каналах дается очень много полезной информации, и все, что если вы даже здесь на канале не узнаете, то вы можете даже при встрече здесь уже получить полную информацию. Спасибо вам большое. Вы это же видео тоже увидите на моем канале Atomone of Life. Желаю всего доброго и хорошего.